здравствуйте меня зовут дмитрий герч табыкин и мы с вами на портале x get.ru и сегодня мы разберем 109 псалом который весь является мессианским давайте прочитаем его в синодальном переводе а затем по отрывкам его разберем сказал господь господу моему сиди ясную меня доколе положу врагов ты в подножи ног твоих жизнь сила твоя пошлет господь сиона господь врагов твоих день сила твоя народ твой готов во благолепие святыне из прежде прежде единицы подобно россии рождение твое клялся господь не раскается ты священник воед почину маха седека господь одеснует тебя он день гнева своего поразит царей совершить суд над народами наполнить землю трупами сокрушит голову в земле обширной из потока на пути будет пить и потому вознесет голову давайте разбираться значит оказал господь господу моему здесь бог говорит господину господину псалмопевца и если мы это прочитаем как псалом относящийся к царю то здесь речь идет о помазание царя во время которого принц избранник божий становился сыном божиим то есть усыновлялся богом и вот эта фраза сказал господь господу моему сиди одеснула меня то есть сиди по правую руку и это самое лучшее место это как раз и есть усыновление этот отрывок мы можем прочитать и христологически как указание на то что господь наш иисус христос находится одесную бога отца то есть нас на самом лучшем месте конечно когда мы говорим о боге то не очень хорошо использовать вот эти вот географические указания там право-лево на небесах на облаках конечно бог присутствует везде но чтобы об этом сказать и чтобы было понятно людям то приходится использовать такие человеческие слова бог говорит сыну божему будь одесну и меня в какой момент это произошло в тот момент когда сын божий воплоти вознесся на небеса вот фраза доколе положу врагов ты под ноженок твоих это указание на суд божий когда все враги божий будут уничтожены не просто враги божий а враги христа следующая фраза есть прежде и чьего прежде единицы подобно рождение твоя этот текст существует двух в двух прочтениях прочтение масорецкого текста еврейского текста как вот здесь у нас привезено и в прочтении семидесяти из чрева прежде единицы я родил тебя этот и другой текст дают возможность по-разному взглянуть на личность христа если читать по-еврейски подобное россия рождение твое одиниться в данном случае это утренняя звезда тут нет никакого указания на сатану утренняя звезда это венера и здесь сравнивается рождение христа с выпадением росы для нас ну рассада рассад а для людей которые жили в жарком там даже в засушливом климате выпадение росы это было что-то очень приятное жара чуть-чуть уменьшалась увеличилась влажность становилось легко дышать и выпадение росы это такой образ чего-то очень-очень хорошего и приятного что действительно произошло когда родился мессия а вот если прочитать из чего прежде единицы я родил тебя то здесь будет указание на то что мессия это бог в данном случае единица это не утро а это начало мира и мессия появился еще до того как возник этот мир когда был вечер и было утро еще раньше значит нужно понять следующее евреи понимались понимали так когда бог создал мир бог создал и время то есть если быть так уж таким въедливым то нельзя сказать что до сотворения мира кто-то или что-то было потому что кто-то и что-то было это слова временные а времени времени не было до сотворения мира и поэтому можно сказать бог был до сотворения мира можно но это вот был не совсем точно поэтому когда мы говорим о христе что он принять точнее о сыне божьем что он родился от отца вот не впасть в такую ошибку что было когда какое-то время когда сына божьего не буду что-то родился да то есть момент рождения поэтому мы используем человеческие слова чтобы писать что-то неземное нечеловеческое мед и упоминается слова родил это не означает что сын божий его когда-то не было он был всегда поэтому некоторые богословы говорят так сын божий всегда рождается от отца хорошо следующий следующий момент достаточно такой сложный для толкования клялся господь и не раскается ты священник во век почину мелхи седека обращение к царю но царь называется священником что это за история и кто такой мелхи седек в книге бытия описывается такая история авраам возвращается с битвы и он встречает мелхи седека который является священником и царем бога всевышнего он царь солима и мелхи седек приносит ему хлеб и вино благословляет богом всевышним авраама и известно откуда мелхи седек появляется неизвестно куда он исчезает и все такая таинственная фигура эта таинственная фигура породила несколько видов интерпретации кто такой мелхи седек и они такие буквальные и скажем так совсем земные другие такие более мистические если буквально по земному есть такое мнение что мелхи седек это действительно человек который являлся одновременно царем и священником и при этом он знал истинного бога не надо представлять так что истинного бога знали только только евреи больше никто о нем не не догадывался если мы возьмем там например историю с иовом который не еврей и никак не связан с с израилем о нем сказано что он почитает истинного бога и знает истинного его друзья тоже знают истинного бога поэтому можем говорить о том что действительно не были люди которые знали истинного бога и вот он почитает истинного бога ему поклоняется в то же время он является царем более такая таинственное более необычное толкование связывает мелхи седека с симом потомком но я который дожил до времен авраама и благословил своего потомка другие толкования являются более мистическими например есть мнение что это явился ангел и есть еще мнение что это явился даже не ангел а явился саму второе лицо при святой троицы но какое бы мы не возьмем интерпретацию в любом случае там говорится о том что мелхи седек соединяет себе два служения священника и царя в израиле такого быть не могло священники то священники цари это цари цари это потомки давида доведи бы священники это потомки левия левиты и они между собой не пересекались хотя потом уже в истории такое произойдет макове и как раз будут потомки священника и они на какое-то время по царятся но в любом случае если уж говорить как решено богом как установлено богом то это доведи бы это цари левиты это священники сидений невозможно здесь же говорится о том что царь будет одновременно нести служение и священника и царя и вот здесь упоминается все кто этот царь это явно не тот царь который сидел на престоле давидовом ни один из царей израиля не был не был священником более того были истории о том как один из царей попытался принести жертву и был наказан за это кто же этот кто же этот кто же этот царь и священник по чину малахиседека на это нам дает ответ автор послания к евреям который обращается к иудеям которые приняли христианство а потом начали сомневаться и решили все надо вернуться опять к служению в скине опять служению в храме опять к ветхозаветным предписанием к заветному культу и автор послания говорит что нет давайте посмотрим на фигуру мелхиседека и сравним ее со христом значит о мелхиседеке не сказано откуда он происходит как будто он появляется ниоткуда автор послания говорит как христос он без начала нет начала но хотя понятно что у нас это было начал что человек вот нету о нем рассказ так и христос без начала мелхиседек исчезает то есть дальше никогда он не упоминается понятно что когда ты мелхиседек если он был человеком он умер но автор послания говорит христос вечен бесконечен без конца дальше автор послания говорит тут давайте посмотрим на имя мелхиседек царь правды или царь праведности христос царь правды он царь салима ирусалима христос царь ирусалима небесного ирусалима ну и одно из самых главных главных таких указаний важности мелхиседека то что авраам платит десятину мелхиседеку а как кто платил десятину меньший платил большему значит мелхиседек это больше, чем Авраам. Авраам кланяется Мелхиседеку, вместе с ним кланяется как бы Левий, который был в очереслах, то есть в самом роде зародыше еще в Аврааме, и соответственно все должны прийти ко Христу. В чем Христос царь и священник? Давайте здесь разберемся, потому что Христос действительно назван царем и священника почином Мелхиседека. Царь, где его царство? Его царство это мы, мы его подданные, если мы слушаемся воле Божией, исполняем его предписание, то мы являемся подданными небесного царства. У нас есть такое гражданство, когда мы духовно родились от воды и духа, когда мы нас крестили, мы стали гражданами этого царства. Мы можем быть хорошими гражданами, плохими, но мы все-таки граждане. Значит, вот он царит, а где он священник? Здесь нужно понять, что ветхозаветное священство имело несколько функций. Одна функция это принесение жертв, вторая это быть посредником между Богом и человеком. Давайте посмотрим, как это. Приносить жертвы — это действительно закалывать эти жертвы, проливать кровь, потом эти жертвы сжигать. Христос принес самую лучшую жертву, он не принес каких-то животных, он принес сам себя. То есть он священник, он жрец. А вот насчет того, чтобы быть посредником, здесь очень интересная вещь. Хоть я и говорил о том, что священники приносили жертву, но не надо представлять так вот. Люди хотят принести жертву, они приносят жертву, передают священнику, священник ее закалывает и там что-то с ней манипулирует. Нет, дело было не так. Священнику уже отдавали приготовленную жертву. То есть жертву сначала закалывали, свежевали, разрубали, разрезали, солили. И после этого священник брал жертву и возлагал ее на жертвенник. То есть сам человек не мог положить жертву на жертвенник. И таким образом, когда священник брал жертву, вместе с жертвой он как бы так символически, мысленно брал человеческие молитвы. И эти молитвы переносились Богу, потому что перенести от места закалывания до жертвенника, как раз это передать Богу. Поэтому священник являлся таким посредником или передатчиком между людьми и Богом. И вот Христос также является таким посредником, потому что он берет наши молитвы и передает их Отцу. В Священном Писании о этом посредническом служении Господа говорится неоднократно. Давайте вспомним такие слова. Я есмь путь. Путь откуда куда? Путь от земной жизни к небесной, к Отцу. Дальше. Христос сравнивает себя с дверью. Мы можем через эту дверь пройти к кому? К Отцу. Дальше Христос говорит. Раньше вы ничего не просили во имя Его. Теперь просите, и молитва исполнится. Ну и, наконец, в послании к Тимофею апостол Павел говорит следующие слова. Един посредник между Богом и человеком, человек Христос и Иисус. То есть, чтобы нам прийти к Отцу, нам нужно прийти к Сыну. И тогда вот эта встреча, встреча с Отцом произойдет. И вот Христос действительно является таким посредником. Ну и дальше говорится о том, что будет суд Божий, будет суд Божий, и Господь поразит всех, поразит всех, кто противится Богу. Ну, я думаю, здесь сложности в толковании нет. Хотя, может быть, кого-то шокирует несколько такое физиологическое описание этого суда. Но если мы откроем апокалипсис, то мы увидим нечто подобное. Битва, трупы, Божия победа. Мы с вами разобрали 109-й псалом, который содержит в себе несколько мессианских отрывков. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин, и мы с вами были на портале exget.ru. Спасибо за внимание. Всего доброго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.